Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино и у нас новая рубрика. Эта рубрика будет называться «Разоблачители мифов». И сегодня будем разоблачать миф. Работают ли вот такие экстракторы на самом деле? Эти экстракторы я заказал за 2 доллара с сайта Алиэкспресс из Китая. И сегодня будем смотреть на деле. Смогут они выкрутить наши дюбеля разных размеров из вот такого кирпича? Сверлить будем вот таким шуруповертом, который был у меня на обзоре. И засверливаться будем вот в такой вот кирпич. У нас на YouTube есть много тестов с такими экстракторами. В некоторых тестах они себя показывают превосходно, а в некоторых очень плохо. Ну вот посмотрим. Самые дешевые экстракторы за 2 доллара. Блин, машин вы задолбали, а? Я делаю в том, что стою над мостом, у нас огромный мост. Машину уже достойно. И вот посмотрим самые дешевые экстракторы за 2 доллара, как они себя проявят по факту. Поехали! Итак, сначала будем сверлить дырку под вот такой большой дюбель. А потом будем рядом сверлить дырочки под меньше дюбеля. Далее у нас идет вот такой дюбель уже поменьше. Это дюбель быстрого монтажа. Поехали! Дюбель быстрого монтажа. Ну что, наши дюбеля я загнал, забил кирпичи. И сейчас мы будем с вами пробовать их вытянуть экстракторами. Вот этими. Использовать экстрактор легко. Сначала нам нужно высверлить углубление по центру болта с помощью специального сверла с одной стороны экстрактора. Потом, когда высверлим отверстие, в нашем случае, если получится высверлить, нужно поменять насадку местами и конусной стороной экстрактора пытаться выкрутить болт или дюбель, как в нашем случае. И все просто. Это уже тройка у нас. Насадка тройка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю, видно, не видно, но насадка металл плохо сошкребает. Хуй, я уже запарился сверлить. Но мы не сдаемся. Этот... Этот у нас, как видим, прокручивается. Его мы уже не вымем. А этот дюбель, я думаю, постараемся. Мне уже кажется, что эти насадки до самой жопы, если честно. Этот дюбель я немного засверлил и забивал молотком. Вот. И пока что мы видим, что наши экстракторы нам не помогают. Ты не верил. Не верил, нет? Блин, китайцы офигели вообще. Они хоть и 2 бакса стоят. Для чего-то, возможно, пригодятся, но не в данном случае. Попробуем экстрактор самый большой. При высверливании углубления мне стало понятно, что металл у экстрактора не кокущий. И он попросту слизывается и не высверливает отверстия для дальнейшего извлечения дюбеля. В общем, ни один экстрактор пока что не справился. Ни самый маленький, ни самый большой с этими дюбелями. Я попробую сейчас еще дальше рассверлить внутрь, в глубину, и посмотрим. Может, я что-то не так делаю. Ребята, они говно вообще. Сам экстрактор слизывается. В общем, ребят, что могу сказать. Эти экстракторы говнищие вообще. Хоть и им цена 2 доллара, но я не уверен, что экстракторы подороже будут лучшего качества. Хотя, кто знает, кто знает. Но это еще не все. У меня еще есть саморезы по дереву. Ну и для чистоты эксперимента... Блядь, солнце вышло. Ну и, в общем, для чистоты эксперимента у меня еще есть саморезы по дереву. И пошли их попробуем вкрутить и выкрутить этими говноэкстракторами. В общем, ребят, такая ситуация. У меня сдохла камера, когда я пытался отвинтить саморезы с дерева. Но то, что села батарея, может, это даже и к лучшему. Потому что вы не видели того позора этих экстракторов галибых китайских за 2 доллара. В общем, эти экстракторы ничто, ничего не смогли крутить. Ни саморезы вот такие вот в дереве, ни вот такие маленькие саморезики даже. То есть, они слизываются. Вот что самое интересное. Они даже слизываются. С первой стороны, там, где, так скажем, нужно зашлифовать. Вот эти зубья, они полностью слизываются. То есть, говно. Советовать данные экстракторы к покупке я не могу. Ссылку я оставлять не буду. И вы не покупайте. Я не знаю про экстракторы подороже. Эти экстракторы стоили 2 доллара. Если они, например, будут стоить, не знаю, 5-10 долларов, то за их качество я сказать не могу. Но меня терзают смутные сомнения, что... Говно. Что это? Говно. Так что вот так. Если вы покупали экстракторы, и они вам показались качественными, и вы смогли ими что-то сделать, напишите в комментариях. Напишите в комментариях цену экстрактора. А может, вы покупали экстракторы у себя, в России. Скажите, сколько вы за них заплатили, и довольны ли или нет. В общем, имейте в виду, данный товар говно. Кстати, если вам понравилась новая рубрика «Разрушители мифов», напишите это в комментариях, что вам понравилось. Ну, или не понравилось. Также пишите в комментариях, какой следующий товар вы хотели бы увидеть в данной рубрике. Чтоб я его протестировал, чтоб я посмотрел, говно ли это или нет, и выясним для себя и для вас, стоит покупать или нет тот или иной товар. Пишите в комментариях свои варианты и идеи. Спасибо за просмотр данного ролика. Не забывайте ставить лайки, для меня это очень важно. И всем пока, до встречи.